Всем доброго времени суток! В этом видео я расскажу о своей новой разработке на Ардуино Это переключатели для однокатушечных аксессуаров Поехали! Данный декодер позволяет управлять четырьмя однокатушечными аксессуарами Например, такими как стрелки ката Переключение которых осуществляется при помощи смены полярности На плате расположен разъем для подключения DCC шины Четыре разъема для подключения аксессуаров Разъем подключения питания И также разъем для подключения элементов ручного управления При первом включении нужно будет нажать кнопочку Reset Держать ее Нажать кнопку на плате Также держать ее Отпустить кнопку Reset Подождать пока светодиод начнет моргать И отпустить кнопку на плате Это делается для того, чтобы очистить EEPROM И записать в него нужные параметры После этого декодер готов к работе При запуске в монитор порта Выводится версия декодера DCC адрес И текущий режим работы Как видим здесь режим стоит сейчас ручной И NORMAL или INVERSE Это в зависимости от того, в каком состоянии запрограммированы выходы Нормальный или инвертированный сигнал На текущий момент режим работы декодера Устанавливается целиком или ручной, или цифровой В будущем планируется сделать возможность Настраивать отдельно каждый вход На работу в цифровом или в ручном режиме Также сейчас адрес задается на весь декодер И нумерация у него идет сквозная Подряд 4 адреса В будущем планируется возможность Программировать каждый выход отдельно Таким образом вы можете Запрограммировать адреса Аксессуарные, которые идут не подряд И такие, которые удобны вам Конкретно для данного декодера Также планируется сделать настройки инверсии выходов Если неправильно подключили аксессуар Чтобы не переключать провода Можно будет это сделать через настройку И сейчас время импульса задано жестко 1 секунда В будущем планируется сделать возможность Это время программировать Для тех, у кого есть цифровая система Это будет возможность с командной станцией управлять Программировать Если цифровой системы нету И предполагается использовать в ручном режиме То будет возможность задавать все эти настройки Через консоль или монитор порта Также в будущем есть планы Сделать несколько режимов работы То есть первый режим, который сейчас есть Это режим импульсный Когда при переключении просто подается импульс на переключение И обесточивается соленоид Или катушка В будущем возможно будет добавлено еще два режима Это режим постоянный Когда будет постоянно подаваться напряжение на аксессуар Либо же режим импульс и удержание Когда будет подаваться импульс полного напряжения И потом небольшое напряжение удержания Для того, чтобы запрограммировать адрес декодера Нужно нажать кнопку и удерживать ее в течение полутора секунд Вот начинает мигать светодиод сигнальный После этого нужно отправить любую команду на нужный аксессуарный адрес Допустим на шестой И светодиод перестает моргать Таким образом записался адрес Адрес записывается именно адрес декодера А не адрес аксессуара То есть при выборе шестого аксессуарного адреса В декодер записался у меня адрес второй И выходы у меня будут иметь аксессуарные адреса Пятый, шестой, седьмой и восьмой Для переключения режимов работы Используется кнопка на плате Сейчас декодер работает в цифровом режиме И вы видите, стрелка переключается И на тумблер она никак не реагирует Для переключения вручной режим Нужно нажать кнопку и держать ее полтора секунды Вот начал мигать светодиод После этого в течение 15 секунд еще раз нажимаем и удерживаем И теперь декодер перешел в ручной режим Вот стрелка переключается при помощи тумблера При этом на DCC команды она никак не реагирует Актуальную версию скетча Также гербер файла для изготовления печатной платы Можно найти на гитхаб Ссылочка будет в описании к этому видео Надеюсь информация была полезной Спасибо, что смотрели Всем удачи Пока-пока